Порою кажется Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына твоего И чтобы никто из нас не погиб, но жил я в Бог Вся земля Божьей славы полна, есть меч, что всегда со мной И еще я знаю, мой Бог живой Иисус мой путь, Иисус жизнь моя Иисус есть истина, нерушимая скала Без него все могучие руки не похитит меня никто И еще я знаю, мой Бог живой Иисус мой путь, Иисус жизнь моя Иисус есть истина, нерушимая скала Без него все могучие руки не похитит меня никто И еще я знаю, мой Бог живой Скажи это ему Иисус мой путь, Иисус жизнь моя Иисус есть истина, нерушимая скала Без него все могучие руки не похитит меня никто Иисус жизнь моя Иисус мика Исус нема Иисус жизнь моя Иисус Continua Вся талан Дорогие друзья, спасибо, что смотрите наши программы. Уже больше 20 лет Церковь Завета служит Господу в Новосибирске, городе, который с самого дня основания был центром пересечения основных торговых путей, местом пересечения культур и поколений. Бог, используя преимущества этого положения, на протяжении всех этих лет позволил нам влиять на жизни Церквей и лидеров по всему Сибирскому региону. Друзья, Бог открывает перед нами дверь для строительства здания, которая будет не только домом для нашей Церкви, но станет центром проведения конференций, а также местом подготовки миссионеров для насаждения Церквей по всему миру. Для осуществления этого видения нам нужна Ваша помощь. Даже самое, на Ваш взгляд, незначительное пожертвование ценно в глазах Господа. Участвуйте вместе с нами в деле Божьем. Вместе с Вами мы изменим этот мир. Я хочу вместе с Вами открыть Священное Писание. Это книга пророка Даниила, 11 глава, 32 стих. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Еще один текст хочу предложить. Он записан в первой книге Параллипоминон, 22 глава, 16 стих. Здесь сказано так. Начни и делай, Господь будет с тобою. Начни и делай, Господь будет с тобою. Я уверен, что у многих из нас возникает вопрос, как мне усилиться? Что мне нужно делать? Что значит, что мы усилимся и мы будем действовать? Я хочу сказать, друзья мои, что где-то, наверное, больше 30 лет, около 35 лет тому назад, Господь преподал мне важнейший урок в моей жизни. Я понял, каким образом я могу стать сильнее, что нужно сделать, чтобы моя вера выросла. И с того времени, все эти годы, я упражняюсь именно в том, чтобы быть сильнее в духе, сильнее в вере, сильнее в Боге. Я чуть позже открою Вам этот урок, но перед этим я бы хотел вместе с Вами совершить определенное небольшое путешествие по Библии и показать Вам несколько моментов, которые помогут нам увидеть, о чем идет речь. Давайте, самое первое место, которое мы посетим с Вами, это будет Египет и выход израильского народа из дома рабства. Можете ли Вы представить себе, какое вдохновение было у всех их? Они выходят, они выходят, они идут, все радостные, все счастливые, огромное количество, все идут, идут. Они шли три дня и три ночи, не останавливаясь. Устали, конечно, и наконец-то остановились, все, остановились. Остановились перед ними Красное море. С одной стороны пустыня, тут тоже пустыня, сзади тоже там, там дальше Египет, но тоже пустыня, перед ними Красное море. И вот весь народ остановился. Спустя некоторое время разведка донесла о том, что слышен какой-то шум издалека. Похоже, кто-то гонится или кто-то идет оттуда. И совсем скоро стало известно, что египетская армия на колесницах, на конницах, вместе с фараоном бежит прямо к ним. И представьте себе, вдруг в народе поднялась паника. Моисей попытался каким-то образом утешить их, успокоить. Он вышел к людям, он сказал, успокойтесь, успокойтесь, потому что египтян, которых вы сейчас видите, вы больше не увидите никогда. Успокойтесь, Бог будет с вами. А потом ушел в сторону, рухнул перед Господом и начал кричать, Боже, что будет дальше? Знаете, и в это время, когда он кричал к Богу, Господь ответил ему. И вот его ответ в 14 главе книги Исход. Он говорит, что ты попьешь ко мне, Моисей? Ты скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. Можете ли вы представить себе, что это за ответ? Господи, куда идти? Сзади египтяне. Пустыня, пустыня. Куда идти? Море. Скажи им, чтобы они шли. Если вы будете дальше читать, вы увидите, что Моисей так и сделал. Он поднял всех их, он сказал, идем. Куда? В море, на море. Как? На море. Как это? Куда идти? Прямо на море. Бог дальше говорит, а ты стань, подними руку твою, возьми жезл в руку твою и стой. В Библии сказано, что поднялся сильный ветер. И этот ветер просто разделил эти воды. И прямо перед глазами всего народа люди увидели, как воды раступились, и они ступили на дно этого моря. И они прошли. И они прошли. Интересно, все, кто читает Библию, знают, что когда армия фараона кинулась идти за ними, то тогда на каком-то этапе воды замкнулись, и египетская армия, она погибла. А евреи были сверхъестественным образом спасены. Но я хотел бы обратить ваше внимание на вот этот удивительный момент. Бог говорит, скажи им, чтобы они шли. То есть как бы, значит, другими словами, вы начинаете идти, как будто бы там суша, но здесь же море. Вы начинаете идти, и когда вы пойдете где-то по пути, я вмешаюсь, где-то на вашей дороге, когда вы будете идти уже туда, в воду, в море, я сверхъестественным образом разделю эти воды, и вы пройдете по суше. Второй пример, который хочу упомянуть, это наша следующая остановка в нашем путешествии, это в Новом Завете Иоанна 2 глава. Первая свадьба, которая описана в Новом Завете, в Кане Галилейской была небольшая деревушка или поселочек, и в те годы, в той традиции, в той культуре у них было вино, они подавали. Иисус был также приглашенным, и мама его была с ним, и написано, что во время бракосочетания закончилось вино. Ну, плохо, очень плохо, неудобно вообще, ну, прям плохо, совсем плохо. И тогда искали выхода из положения, что можно сделать, и обратились к Иисусу, и тогда Иисус интересную вещь говорит. Там было шесть таких контейнеров каменных. Он говорит тем людям, которые служили на том браке, он говорит, возьмите и наполните их водою. Ну, они слушают, повинуются, потому что мама только что сказала, все, что он скажет, вам сделайте. Они носят, наполняют эти контейнеры водой, наносили много воды. А потом Иисус дальше говорит, почерпните и несите к распорядителю пира, и дайте ему попробовать. И я прям вижу, как они стоят с такими изумленными взглядами и пытаются понять, Иисус, ты что, серьезно хочешь взять воду к нему принести? Нужно же вино, ты же понимаешь, Иисус. Но потом вспомнили, видимо, что мама сказала, что он скажет, вам то сделайте. Идут, черпают, и идут к распорядителю пира, попробуй. А он берет и говорит, о, а где вы взяли лучшее вино вообще, такого высокого качества. Вау, где взяли? Так, там же вода была. А сейчас вино. Где-то по пути от того, когда они почерпнули от акта послушания до того места, пока они принесли, оно каким-то образом стало вином, содержимое вода, вот это, превратилось в вино. Как нам победить грех? Как нам стать сильнее? Как нам стать сильнее в дисциплине? Сильнее в самоконтроле? Сильнее или как-то глубже в наших чувствах друг к другу? Не быть холодными, быть более теплыми, открытыми, романтичными? Как нам стать сильнее в служении? Или в том, каким образом мы деньги наши тратим? Как нам мудро использовать те ресурсы, которые есть у нас? Как нам относиться к друзьям? Как нам расставить все приоритеты правильно, чтобы мудро прожить? Как нам быть сильнее в милосердии, в благотворительности? Ответ на все это найдем в одном единственном моменте, ключевом моменте. Начни и действуй. Люди, чтущие Бога своего, они усилятся и будут действовать. Я хотел бы пару минут взять на то, чтобы рассказать, как это было со мной. Так вот, мне было всего 13 лет, и я помню, что я однажды посетил богослужение, на котором был только один брат. Он открыл богослужение, но перед тем, как он открыл богослужение, он посмотрел на меня, и он сказал, я так рад, что ты в церкви. А я посмотрел и подумал, ого, этот брат будет проповедовать, наверное, все богослужение, потому что нету больше никого. Он сказал, я открою, я помолюсь, потом ты скажешь слово. Я говорю, я? Я не проповедник. Я никогда не проповедовал, и мне, если что, всего 13. Он говорит, а читать-то умеешь? Я говорю, ну да, умею. Возьми, открой Нагорную проповедь и прочитай. Пока ты будешь читать, Бог даст тебе несколько мыслей, скажи их людям. Вот почему я так сильно люблю проповедь Нагорную, знаю наизустью, потому что это была моя первая проповедь. Можете ли вы, значит, как бы увидеть, что было дальше, значит, представить, что было дальше? Он открыл, спели песню, псалом, закончили петь, и пришло время мне читать проповедь Нагорную. Я встал, встал читать, заикаясь, теряя слова, у меня все пересохло во рту, я путался в мыслях. Но к тому времени, когда я заканчивал третью главу, так как три главы этой проповеди, да, у меня было в действительности несколько мыслей. Когда я закончил, я ей сказал очень быстро, за три минуты, может быть, за пять, и все, все сказал, аминь, и сел. После этого хор снова спел, после этого он взял еще раз слово и закончил богослужение. С того времени слух пошел у народа, у нас новый проповедник есть, Виталий, хорошо, теперь ты на молодежном будешь начислово говорить. Я говорю, я, нет, это по случаю просто было. Я прочитал проповедник, говорю, а мы слышали, как это было по случаю, мы знаем. На молодежке будешь говорить, так, подготовься, пожалуйста, потому что там будет много людей, подготовься, то-то-то-то. И с того времени я даже и не понимаю, каким образом это, значит, случилось. Я стал пастырем спустя время. Но секрет был в том, начни и делай. Меня кто-то подтолкнул, давай, делай. Нет, я, да нет, нет, давай, начни, делай. Бог будет с тобой. Друзья, пару минут еще вашего, значит, внимания хочу взять на то, чтобы показать вам практически, как вам это может помочь в жизни. Я выписал здесь несколько пунктов, которые, я думаю, могли бы помочь. Первый из них, начните и делайте. Господь будет с вами. Где-то посередине вашего упорства, вашего труда и вашего старания, когда вы поднимаете себя рано, когда вам хочется спать, там, 6 утра, а вы поднимаете, будильник где-то, может быть, подальше ставите, погромче, чтобы он кричал, что вам нужно было встать, дойти до него. И пока вы встаете, вы себе сами уже внушили вечером, что вы не валите с обратного кровати, а вы идете в ванную и принимаете душ, например, или кофе включаете, как я это делаю. То есть, но вы знаете, каким образом вы можете поднять себя. И вы начинаете это делать. И где-то посередине того, как вы будете это делать, может, через неделю, через две, через три, не сразу, не в первый день, Господи, я попробовал, все равно спать хочу, ничего нет, никаких сил нет, и все, пойду и буду спать, и все. Не работает со мной. С пастырем, наверное, работает, или с кем-то другим. Нет. Где-то посередине, когда Бог только усмотрит, Он даст вам силу, и вы возьмете контроль над телом своим, над распорядком своим, над тем, чем вы занимаетесь. Итак, первая сфера – пассивность. Есть еще одна сфера. Одна сестра подошла ко мне как-то одно время, давно уже это было, и она говорит, пастори, я понимаю, что отношения мои с одним молодым человеком, они греховные, они неправильные. Пастори, у меня совершенно нет силы противостать этому. Я пробовала. Вообще нет силы. И я попросил, чтобы она рассказала подробно, как это происходит. И в то время, когда она говорила мне, я корректировал ее. И я сказал, а ты можешь удалить его из своих контактов с телефона? Она говорит, да, но он знает мой телефон, он позвонит ко мне. А ты можешь поменять сим-карту, чтобы у тебя был новый номер? Да, но он знает, где я живу, он придет ко мне в общежитие. А ты можешь поменять общежитие? Как поменять общежитие? Ну так? А ты можешь переехать куда-то хотя бы на время? А ты можешь сделать то? А ты можешь сделать то? Дошли до того, что она выходит, и выходит не одна. Она выходит с какой-то сестрой, и с сестрой вместе идут куда-то. Не туда, не гулять, не блудить. Сегодня она в церкви, есть она в зале, я очень рад этому. Когда мы видим, иногда друг друга мы улыбаемся, только потому, что она получила силу для победы над грехом, в то время, когда она приняла решение и пошла. Друзья, начните и делайте. Бог будет с вами. Бог даст силу, дорогу осилит идущий. Русская старая пословица. Она библейский смысл имеет. Когда идешь, тогда осилишь. Когда не идешь, ничего не делаешь. Я не могу. И все будет по-прежнему, будет еще хуже. Третья сфера. То есть, значит, вторая сфера – это отношения, которые должны быть разорваны. И я хочу ободрить тех из вас, кто борется. И хочу сказать, продолжайте, потому что вы будете не одни. Во время вашей борьбы в какой-то момент Бог даст силу вам, силу для победы. И вы почувствуете изнутри источник силы. Бог растянет вас, увеличит, умножит и благословит вас. Знаете, текст из Библии, вот есть такой, такие страдания случаются с братьями нашими. Мы думаем, о, быть верующим никогда не имеет никаких страданий, никаких искушений. Не так. Такие страдания, когда ты по чуть-чуть, но ты удерживаешься от всякого греха, когда ты живешь свято, случаются с братьями нашими. Это происходит с телом Христовым, с Церковью Божией, по всему лицу земли. Христиане имеют те же самые проблемы. Они ждут, чтобы сила придет на них, вдохновение придет на них. Вот так сильно меня захватит огонь Духа Святого, что я оторвусь от земли, и мне ничего не надо будет. А не так, не отрываешься от земли. Идешь после богослужения домой, все, та же квартира, все, те же лица, все, те же соседи, те же люди, та же работа, тот же начальник, те же дети. И тебя уже все это раздражает, ты уже устал от всего. Но, но, где-то посередине твоей борьбы Бог даст тебе силу. В каждой сфере будешь победителем. В каждой сфере, когда ты действуешь. Третья сфера. Некоторые должны остановиться, это вот совсем недавно, ясная мысль, значит, посетила меня, в том, как вы употребляете пищу, в том, что вы едите. Некоторые должны взять контроль над этим. Я знаю, есть люди, которые позволяют себе просто портить свой организм, вредят себе. И они привыкли, они говорят, не могу, это мой бензин, не могу. И употребляют жирное, употребляют такие напитки, которые практически сокращают годы жизни. И едят иногда просто, ну, хаотично, беспорядочно, лишь бы не было чувства голода. Просто напихивают себя. И Писание учит нас о том, чтобы мы воздерживались в еде нашей. Опять-таки, начните и делайте. Люди, чтущие своего Бога, они усилятся и будут действовать. Еще пару сфер. В некоторых из нас есть проблема с тем, как мы тратим деньги наши. Мы, ну, как только получаем, через день, через два, через три, уже все, их нету, деньги. То надо, и то надо, и то надо, и то надо. Мы не умеем торговаться иногда, не умеем планировать наши финансы. И постоянно в минусах, постоянно в долгах. И мы думаем, о, если бы только хотя бы на 20-30% моя заработная плата была бы выше, мне было бы лучше. На самом деле, если даже она и поднимется на 20-30%, все будет так же само. Потому что на эти 20-30% ты психологически будешь тратить чуть-чуть больше. Ты уже привык так жить. И здесь снова проблема. Проблема, которая решается не тем, что сверху с небес вдруг придет тебе ясность. И ты будешь мудро и разумно управлять финансами. Не так. Этому надо учиться, практиковаться. И спустя время, когда ты пойдешь этой дорогой, считая и понимая, и распределяя, в молитве с Господом, в совете с семьей, Бог научит тебя и даст тебе силу. Начни и делай, и Бог будет с тобой. У некоторых из нас запущены очень сильно личные отношения в браке. И давным-давно нет того, чтобы быть вместе, чтобы восхищаться друг другом, общаться друг с другом, беседовать друг с другом, чтобы в действительности брак было гнездышко, уютное семейное гнездышко. И здесь я должен сказать, что вам нужно что-то сделать. Вам. Не ждите, что с небес свалится любовь. Но сначала мы начинаем и делаем. И Господь тогда даст нам силу. Еще один момент, это грехи, тайные грехи. Может быть, это алкоголь или наркотики, или курение, что бы это ни было. Опять-таки, мы начинаем первые. Мы отрекаемся от этого. Мы также избегаем все те места, где мы падали, потому что мы знаем, что там мы можем снова упасть. Мы также, может быть, удаляем контакты. Мы, может быть, даже в город другой переедем, чтобы у нас не было никаких нитей. Мы рвем с этим всем. Только для того, чтобы быть в победе Божьей. Ничего не произойдет, если вы не будете ничего делать. Но если вы начнете что-то делать, то Бог говорит, я приду. Прямо тогда, когда увижу, что они серьезны, что они постоянны, и что они делают это для меня. Нет никакого исключения. И последнюю мотивацию, как пример для вас всех и для себя, я бы привел бы Иисуса Христа. Вы помните, Он молится в Гессеманском саду, и Он просит отче, если возможно, да минует меня чаша сия. Чаша не миновала Его. Воля Божия была в том, чтобы Он пошел на страдания. Но когда Он заканчивает эту молитву, Он слышит, как приходят эти люди с факелами, прямо туда, в тот сад, где Он молится, где ученики Его, приходят, чтобы взять Его. И что вы думаете? Мы не видим Иисуса, который убегает оттуда под покровом ночи. Нет. Он поднимается с колен, видит, что идут за Ним. Что делает Иисус? Он идет навстречу к Ним. Он начинает и делает, потому что Отец не миновал или не провел мимо Его этих страданий. Страдания не отвел от Него. Поэтому Он выходит навстречу, и вдруг следующее, 18 часов жизни Иисуса Христа, мы видим, как Иисус укреплен и имеет силу пройти сквозь самые серьезные, мучительные страдания, которые только мог бы перенести человек. И в этой агонии мучения, умирая на кресте, Он произносит слово «совершилось». Но когда первый раз ударили Его, Он поворачивается и говорит «Ты что бьешь меня? Если я плохо сказал, то ты скажи мне, зачем ты бьешь меня?» Это Иисус еще не может до конца даже адаптироваться к тому, что Его сейчас бить начинают уже, что Его будут убивать там. Откуда сила у Иисуса? Знаете откуда? Он молится Отцу. Он знает, что Он пришел на это время. И Он делает шаг. Под, как капли крови, Он выступает и Он говорит «Вы Иисуса ищите?» Это Я. Он сделал шаг. И Отец дал Ему силу. И Он прошел сквозь это. Кто из вас может сказать, пастор, Я хочу сегодня сделать шаг? Не о страданиях идет речь, о той области, где тебе нужен прорыв, где тебе нужны изменения. Люди, чтущие Бога, усилятся и будут действовать. Библия говорит, что Бог так сильно любит тебя, что отдал свою жизнь за тебя. Мой друг, прими эту любовь. Нет ничего во вселенной, что может сравниться с нею. Когда мы принимаем Господа в наше сердце, Он заполняет собой всю пустоту внутри нас. Он ведет и благоставляет нашу судьбу. Он помогает нам. Он сказал, я никогда не оставил и не оставлю тебя. Но для этого откройся перед Ним и пусть Его любовь и благодать наполнят тебя. Субтитры создавал DimaTorzok